Всех приветствую, я Донис! Мы продолжаем проходить Вальгалу и начнем мы с прокачки самого главного важного костюма. Костюма Ворона, который у нас с самого начала игры. Надо все-таки уважить клан Ворона. Довести его до золота. Эйвор, хочу принести благодарность от нас с Бригиттой. День нашей с ней свадьбы был лучшим в моей жизни. И без тебя он не стал бы таким ярким. Рад был помочь вам, Гуннер. А, славно гульнули. Ну, нравится тебе это? А, топор Хеминга тоже прокачаем. Прогонится тебе. А он не изменился. Вот, а тут все преображается, красота. Царский шлем. Ну что, по мне классный костюм? Да. Посмотрите на это, а. Красавец какой. Прекрасно. И теперь нам надо найти последнюю контору ассасинов. По моему предположению, она должна находиться вот здесь вот. Винчестере. А, но. Сначала мы сдадим римские реликвии. Вроде я все собрал, которые только есть. Если сейчас даже ничего не будет. Никакого интересного диалога, там истории, великой награды. То я не знаю, зачем это вообще тогда надо было. Ты что нарисовал? Ну, какая красавица. Вы только посмотрите. Мечта любого мужчины. Прелесть. Ну, вот такой картиной можно чужеземцев отпугивать. Неприятелей. Прекрасно. Удачи и все. Ну, щит-горгоны. А, еще 17? В смысле, а где их собирать? В дополнение? Мне уже. Вали, Эйбор. Наверное, в дополнениях. Ну, давайте щит-горгоны возьму. Он золотой уже. Немножко даже прокачан. Ой, красота. Ну да, выглядит круто. В римском стиле. Щит очень крутой. Враги его увидев, камень обернутся. А не в кровавое месиво, как обычно. Так, вот здесь вот. А, еще в Винчестере надо зайти в комнату Альберта. Альберта. Тех, ты вот здесь вот. Сюнин, разведай местность. Вот проход. Контора. Альберта. 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 Тех, ты вот здесь. Альберта. Альберта. А что тут будет вместо элемента костюма? Потому что весь сет-то мы собрали. Так, я не туда, куда-то пошел. Или туда. Ага. Сразу. А, сюда я сигал сверху, да? Ммм, понятно, отсюда надо нести. Так, ну раз рядов эти штуки стоят, кувшины, то можно ими воспользоваться. Не тратить адреналин. А, это просто сундучок, да? Ну ладно. Так, а все, самое вкусное, по идее, здесь должно быть. Старая подушка. Ага, понятно. Ну, теперь хорошо, у меня есть способность. Тут недобрые ребята. Вот он, символ ассасинов. Ух ты, а кто это, интересно, такой? Скончался прямо на троне. Или его посадили после смерти. Кодекс Магаса, страница 6. Истолковав мой вопрошающий взгляд как неодобрение, Магас плеснул руками. Да, знаю, сказал он. Стремиться к славе и признанию нехорошо. Обезличенность, наше оружие. А позволь мне немного порадоваться. Встретить одну из наших основателей, ту, что положила конец династии Птолемеев, такой возможности у нас больше не будет. Основательница незримых? Удивился я. Это была она? О, да! Воскликнул Магас. Ее настоящее имя забыто, как и имена всех первых незримых. А что быть это говорит об их преданности своему делу? Но тот, кто носит на себе печать исторических событий, не может оставаться незаметным в свою же эпоху. Она видела кровь Цезаря, слезы Клеопатры, даже гнев императора Августа. Магас подался вперед, чтобы его слышал только я, а не летающие вокруг пчелы и бабочки. Она бы убила меня, если бы узнала, что я назвал ее имя. Но я все равно скажу. Когда-то давно ее называли Амунет. И сегодня мы увидели ее воплоти. Остальных же больше нет. Тем лучше для них, полагаю. Амунет? Я сначала подумал, что это наша Кассандра. А это Амунет? Погодите, это жена Байка. Я разве Амунет зваля? Она же вроде основала орден. Так, надо восстановить знания в голове, перечитать. Амунет. Вот так вот. Контракт незримых. Генус пакти. Встретиться и доставить. Напряжение между белгами и римлянами растет. Воины белгов. Калечат и убивают христиан. Нужен посвященный, чтобы доставить послание лично императору Константину с просьбой защитить христиан в этой местности. Распорядок императора пока неизвестен, как и путь, которым он отправится. Посвященный должен выследить императора и передать послание, когда представится возможность. Катрахит. Посвящение Беата. Статус. Успех. Послание передано. Так, что тут за добыча? Оружие, наверное. Точно. Коготь. Сутунга. Ух ты. Я еще топор не успел испробовать. Как будто оружие притечь, да? Кинжал. Не, ну топор надо испробовать. Приказ о выводе войск. Коветта. Цезарь Маган Максин велел полностью вывести имперские войска из западной части Британии. Местные начинают досаждать наше присутствие, и они хотят, чтобы мы ушли. Нашей миссией здесь было поддержание равновесия между поминовением и мятежными настроениями. Но наши намерения часто неверно истолковывают, что стало причиной недовольства и обвинений в фанатизме. Довольно. Но и было принято непростое решение закрыть нашу контору Вента Белгарум. Всем незримым приказано вернуться в конторы в Ландиниуме и Камаладуне. Там вы получите дальнейшие указания. Магистр Марселус. Операра Интенебра Ут Люмини Сервиас. Понятно. Все позакрывали и ушли. Все. Последняя контора. Это значит, что я нашел все страницы. Кодекс. Можно сдавать их. Так, но сначала комната Альберта. Так, ты здесь. У нас есть ключик. Вот она, комната Альфреда. Какие секреты он там прячет? Альфреда я Альберта говорил. Письмо от Гудвина Король Альфред, твои лазутчики в Мерсии доложили о любопытном событии. Некие норвежцы недавно присоединились к братьям Ивару и Убе. Вместе они совершили решительное нападение на Тамвард, свергнув короля Бургорода и поставив на его место глупого тэна по имени Кельвульф. Проследовав за норвежцами до их поселения, твои люди выяснили, что среди язычников скрывается незримый по имени Хайсом. Похоже, он на хорошем счету у двух вождей клана Сигурда Сюрберсона и Эйвора Варенсона. Пока что намерения Хайсома не ясны, но мы могли бы использовать его в своих целях. Наш бедный воин Христов уже отправил послание о деятельности ордена в крупные города Англии. Возможно, своевременное письмо Хайсому и его спутникам значительно ускорит достижение наших целей. Твой верный слуга Риф Гудвин. Наш бедный воин Христов, он написал. Знаете, у меня такая надежда зародилась, а может быть Альфред нас обманул и не он воин Христов все-таки был. Это было бы круто. Это восстановило бы веру в сюжет этой игры. Но, по ходу дела, просто Гудвин не знал. Размышления Альфреда Я проснулся утром с мыслью о последнем письме Алькуина Карлу Великому. Алькуин написал это послание из страха, что орден распространил свое атлетворное влияние повсеместно. Через неделю Алькуин умер. Знал ли Карл? Попал ли он под влияние ордена? Приложил ли руку к смерти богослова? Или Великий Император вообще не видел этого письма? Когда-то давно я спрашивал отца, как эта исключительная рукопись попала к нему. Он так и не ответил. Я тогда опасался худшего. Пасаюсь и сейчас. При взгляде извне Карл Великий казался благочестивым защитником Слова Божьего. Как же можно поверить, что он попал под влияние порочного культа? Однако ордену нет равных в сокрытии своих мотивов. Он уже прибегал к Агману, прикрывая свои богохульные цели словами Христа и священным писанием. Изобразить благочестие вовсе не трудно. Стоит лишь поднять над головой Библию, стоя на ступенях церкви и сказать, что на тебя снизошло божественное озарение. Я должен остерегаться подобных злодеев. Орден древних ратует за иерархию, противоречащую Божьему замыслу. Они считают людей испорченными, порочными и исполненными злых намерений, однако орден почитает своих создателей. Подобно молоту, что слишком любит свой гвоздь, орден не способен взглянуть на пределы своего мироустройства. В их убеждениях есть доля истины. Мир действительно нуждается в порядке, но он не ошибается в том, каким должен быть источник этого порядка. Человек создан по образу и подобию Божьему. Бог – источник вселенского порядка, значит направлять человека должен только Бог. Как ни странно, я даже рад, что данные вторглись в Нортумбрию. Корона должна была достаться Элли, но поскольку тот умер, она досталась моему брату, а затем мне. Неожиданный Божий дар. С его помощью я уничтожу то, что презираю, и начну с чистого листа. Гудвин на моей стороне, как и союзники на материке. Я найду еще союзников. Орден часто восславляет своих языческих создателей. Отца понимания, мать мудрости и священный голос. Это гнусное богохульство, ибо есть лишь один готец, Господь, и он воплощение порядка. Таким образом, отцом понимания может быть только он и никто другой. Его невидимая рука перебирает струны вселенной, выстраивая гармонию. Это единственная истина, и пусть все богохульные учения язычников канут в небытие. Отныне я буду стремиться к тому, чтобы судьба каждого моего подданного была созвучна вселенскому порядку. Я буду вести их безопасной дорогой к здравым мыслям и спокойному уму и сердцу. Этот новый порядок коснется всех, и верующих, и безбожников. Он будет совершенствовать людей, приводя их потребности в соответствие с циклами самой природы. Такова моя надежда и моя клятва. Аминь. То есть он очень набожный, да, Мбелл? Ну, как оказалось, мужик неплохой. Чем он меня разочаровал, кстати? Я ожидал злодея. Какие-то бредни, не лучше нелепых идей фулки. Может, я чего-то не понимаю? Письмо Алкуина Карлу Великому. «Святой Давид, у твоего флага срочное послание для тебя. Прошлый раз я предупреждал тебя о гниле, снидающей здоровую юную плоть нашей святой церкви. Сейчас более чем куда-либо я убежден, что нужно принять серьезные меры. Недавно я получил подтверждение, что среди верующих в нашей церкви есть люди, принадлежащие к языческому ордену и желающие извратить слово Божье. Как блохи в шерсти верной гончии они затаились, используют наши же средства для целей, противоречащих замыслу нашего Спасителя. За последний год мне удалось кое-что узнать об убеждениях этих порочных самозванцев, называющих себя Орденом Древних. Приведу несколько их идей, которые вызывают тревогу. Они верят, что люди были созданы не Всевышним, а младшими несовершенными божествами, что в многочисленных нечестивых текстах Ордена называются Ису, Архонтами или Исполинами. То есть Орден разделяет теоретические убеждения гностических сект, расцвет которых пришелся на годы перед принятием никейского символа веры. Они отвергают послание Христа и не признают искупление. Они не верят в грех и спасение, а ищут лишь знаний и власти, которые, по их убеждениям, освободят их дух, когда придет время. Они верят, что человек — это низшая форма жизни, и он несовершенен в сравнении с младшими богами, сотворившими его. Что люди должны стремиться уподобиться этим богам, и в этом заключается единственная истинная цель. Помешанность членов Ордена на этих древних существах стала причиной почитания дьявольских артефактов, которые по убеждению еретиков дадут им силу и праведную цель, коих нет у других людей. Сам я не видел этих артефактов, но несколько раз наблюдал, как они воздействуют на людей. Самая богохульная среди идей Ордена такова. Они верят, что многие из их младших богов до сих пор живут в нашем мире, или же однажды вернутся в возрожденной форме. Некоторые, по их мнению, перерождаются постоянно, таких называют мудрецами. Другие появляются только один раз. Был ли Иисус Христос одним из таковых? В убеждении членов Ордена я пока не знаю, но в их текстах содержится множество упоминаний этих существ. Это то, что мне доподлинно известно. Тьма сгущается, и я призываю к быстрым и решительным действиям, мой повелитель. Его влияние Ордена простерлось уже далеко, и действует он незаметно. Нужно сражаться во имя Христа. Лишь упорное истребление членов Ордена установит его продвижение. Отнесись к моим словам с мудростью и вниманием, благородный повелитель. И пусть Бог хранит тебя, предает тебе сил и ведет тебя к славе в своем благословенном и вечном замысле. Твой верный слуга Алкуин из Эофорвика, 10 мая 804 года от Рождества Христова. Ну как? То есть против Ордена. Это еще Карлу Великому. Ну правильно, про это письмо он и упоминал. То есть надо было сначала то прочитать. Понятно. То есть это письмо, видимо, о многом Альфреда навело на его мысли о вражде с Орденом. Об уничтожении Ордена. Ну как? Интересно. Так, надо сдать кодексы Хайсаму теперь. Хайсам, я нашел страницы кодекса, как ты просил. Всего шесть. А, прекрасно. Первые незримые оставили слишком мало записей. Теперь наши знания о них приумножатся. Возможно, все это писали сами основатели незримых. Но их имена, к сожалению, уже давно позабыты. Видимо, они так хотели. Я надеюсь, эти записи позволят нам что-то выяснить. Кто знает, я лично не могу здесь разобрать ни единого слова. Знаешь, у торговца с черного рынка, Реды, есть запись с того же периода, что и страницы кодекса. Поговори с ним, если хочешь посмотреть. Так, так, так. В смысле? А мы все это могли прочитать, да? Интересно. Мне ступай с мир. Здравствуй. Реда. Хайсен сказал, что у тебя есть записи одного из первых незримых. А, это старье? Да. Короткое письмо от одного незримого другому. Крайне редкая вещица. И как оно к тебе попало? Посмотрите, какой делец. А, это старье. А потом сразу думает. Крайне редкая вещица. Ха-ха. Чтобы побольше содрать. Его оставил мне на хранение друг. Его звали Баек. Египтянин. Славный малый. Мы с ним давно не виделись. Очень-очень давно. Как бы то ни было, письмо на дематическом. Так что ты его вряд ли прочтешь. Но можешь взглянуть. А мы, наверное, сможем. Так он бесплатно нам отдал все-таки, да? А я думал, он цену набивает. Кодекс Магаса. Так он дал мне или нет? Я не понял. Добрый день! Добрый день! Что предложишь? Боевой медведь. Какой он жесть. Доспех Гота. Доспеха металлиста нету. Белоглавый Орлана. Это прикольно, слышите. Орлана можно купить. Такой спутник в любой битве пригодится. Мне пора. Увидимся. Так, а где этот документ? Мне, наверное, к Хайсему надо пойти. А, вот он. Выцветшее письмо на папирусе. Берегись, любимая. Я слышал рассказы о тайном кодексе, что передают друг другу в конторах наши последователи. Как в Империи Августа, так и за ее пределами. Он зовется кодексом Магаса, и в нем сказано, что ты одна из основателей незримых. Это не только подвергает риску тебя. Это противоречит принципам нашего братства. Мы ищем справедливости, избегаем похвалы за наши труды и должны таиться в тени своих побед. Если ты найдешь страницу этого кодекса, советую их уничтожить. Так мы сохраним дух незримых. Я знаю, что сделать это будет непросто. Немногие способны долго хранить подобные тайны. И, быть может, мы потерпим поражение. Но если мы и пойдем, то сражаясь за справедливость. Береги себя, моя любовь. Исида, звезда севера. Даже на закате жизни я твой, Осирис. Пусть наш гор переживет нас. Я часто думаю о тебе, милая. Утром и вечером. Днем и ночью. И в дождь, когда шеи касается дыхания Амуна, я помню, как ее покрывали твои поцелуи. И буду помнить это до самой смерти. Ох, ты даже зачитана. Причем хорошо, зачитал, молодец актер. Да, вспомнили о Риджинс и всплакнули. Любят они соединять разные части, делать отсылки. Краткая история незримых. Рад видеть тебя. И еще. Ты иди. Так, ну что, к Хайсому? В смысле, мы с ним ни о чем не поговорим? Мне уже пора. Ступай с миром. А кстати, как так получилось, что Эйвр это все прочитал? Или это мы слышали голос Байка? Эйвр это ничего не смог прочитать. Это для нас чисто было? Наверное, да. Во, новое письмо. Письмо от наставника Райхэма, Хайсом. Весть о предательстве Басима встревожила нас, но почти не удивила. В последнее время его приверженность нашему кредо отошла на второй план, поступив место личной одержимости, которой он страдал много лет. Отправляя Басима на север, мы надеялись, что расстояние поможет ему сосредоточиться на долге и отвлечься от навязчивых мыслей. Но похоже, он сам преследовал их. Мы хотели бы при первой же возможности поговорить с тобой лично, чтобы получить более полное представление о сложившейся ситуации. Наш следующий совет состоится через два лета. Наставник Фулатх и земель Джустанидов будет принимать нас недавно построенной крепости Алу-Хамут, что в Дейлеме. Надеемся увидеть там и тебя, хотя бы для того, чтобы присвоить тебе новый титул. Человек, который столького достиг, не должен быть всего лишь посвященным. А пока, как и прежде, продолжай служить нашему делу и неси свет в самые темные уголки этого мира. Да пребудет с тобой мир, справедливость и мудрость. Наставник Райхэм. Ну а как? Слушайте, тут все страницы сразу же. Я потом как-нибудь зачитаю отдельный ролик, запишу. Красота. Молодцы. Много мелочей, за которые можно похвалить эту игру. А много, за которые стоит поругать. Так, я награбил ресурсов. Теперь можно достроить поселение до максимального уровня. Там вроде курятник можно улучшить. Наверное, два улучшения будет. Да, и писечки не хватает. Смотрите, прям под расчет. Все материалы я собрал со всей карты. Ну это прямо царский курятник. Ну и что же, у нас город максимального уровня. Красота. Новое задание сейчас появится. Рэйвенсторб. Максимальный уровень. О, теперь тут лодочка. Силостная башня. По-моему, тут больше не птиц, а рыбы. Если бы я не знал, я бы сказал, что это дом рыбака. Дом семьи, который занимается разведением кур для клана Ворона. Я тут что-то кур не вижу. Тут рыба сплошная. Что за дела? Я что-то не понимаю. А рыбы тут хватает, кстати. Ну ладно. Что мы еще не сделали? Перед тем, как приступить к большим дополнениям. А, испытания мастерства надо пройти. Да. А слушайте, новых заказов не добавили. Я думал, на новом уровне будут новые заказы. А нет. Свиток знаний? Свиток, содержащий древние знания. Даст вам очко навыка. Вау. Их покупать можно? Я же просто даром это отдаю. У меня ведь еще такое есть. Слиток вольфрама, но у меня их вроде хватает. Понятно, то есть ассортимент расширили. Это все? Я так понимаю, время от времени можно будет очки мастерства покупать. Приходи еще. Ну как? А, светлячков можно выпустить. Точно. Помните задание было, где нужно было для алкоголя поймать светлячков? Вот, у меня еще остались. Так, в итоге три сейчас летает. Я вроде двоих только выпускал. Слушайте, а это место хорошее, чтобы фармить пруду железную. Тут ее немало. Возможно, от количества светлячков зависит. Сейчас-то она мне не нужна уже, а вот раньше. Ну ладно, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.